Житие преподобной Пороскевы. Святитель Дмитрий Ростовский. Жития святых. Святая Пороскева, мирское имя Пороскевы, было Петка. В Петке Пороскеве рано открылось пламенное желание жить для Господа. Слова Евангелия «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя» Евангелие от Марка, слышанное Пороскевой в храме, как стрела пронзила ее сердце. И она при выходе из храма отдала богатое свое платье встретившемуся бедняку, выменяв на его лохмотье. Через некоторое время Пороскева опять отдала свою одежду нищенке и потом не один раз повторяла то же самое. Ее бронили за это, но она отвечала, что иначе не может жить. Итак, святая Пороскева родилась в Сербии, вблизи города Калиократия, в селении Епиват. Епиват – местечко на взморье между Селимврией и Константинополем. Родители ее были благочестивые люди. Они неуклонно исполняли все заповеди Божии и славились всюду своими благотворениями и милостынями. Кроме дочери Пороскевы был у них сын. Его отдали они в училище, а дочь воспитывалась в доме своих благочестивых родителей. Брат Пороскевы, когда достаточно научен был священному писанию, с согласия родителей принял пострижение под именем Евфимия. Евфимий в последствии был епископом в Мадите. Мадит – это морская гавань в Херсонесе Фракийском. Где прославился добродетельной жизнью и при жизни и по смерти сотворил множество преславных чудес. По смерти своих родителей Пороскева стала проводить жизнь, полную скорби и лишений. Подражая усердно жизни святых, она умерщвляла постом и бдением свое тело и порабощала его духу. Воспламеняясь божественным желанием жить для Господа, Пороскева не пожелала долго жить в многомятежном мире этом, но покинув все мирское, скрылась от мира и достигнув пустыни Иорданской. По сведениям собранным святогорцем Никодимом, Пороскева, прежде чем удалиться в Иорданскую пустыню в Палестине, посетила Царьград и обошла святые места его. Здесь выслушивала она наставления ревностных подвижников. По их совету, она поселилась в предместе Иераклийском приуединенном храме Покрова Богоматери, где провела в молитвах посте и слезах пять лет, а затем, исполняя давнее желание свое, она отправилась в Палестину. И поклонившись святым местам, освященным жизнью Спасителя, осталось жить в Иорданской пустыне и стала проводить здесь равноангельскую жизнь. Подражая боговицу пророку Ильи Иоанну Крестителю, она питалась только пустынными злаками, употребляя их при том лишь в малом количестве, и то по закате солнца. Постепенно и стоевая, то от жара, то от холода, она обращала свои взоры только к единому Богу, могущему спасти смиренных сердцем от вихря, от бури. Кто в состоянии поведать о том, сколько слез пролила преподобная? Кто расскажет о частых и неумолкаемых стенаниях ее? Кто подробно передаст о ее коленопреклонениях, непрестанных и различных подвигах телесных? Один всевидящий бог взирал на подвиги преподобной. У нее не было там забот о мирской суете, она заботилась только лишь об очищении души, об ответе на будущем суде и встрече с небесным женихом. «Тебе, женише мой, ищу», — говорила преподобная Пороскева и постоянно держала в уме изречение из книги «Песни» песней. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя». Она о том больше всего заботилась, как бы украсить свой светильник и вместе с мудрыми девами выйти навстречу небесному жениху, услышать сладкий его глаз и насладиться ли за зрением красоты его. «Когда приду и явлюсь пред лице Божия», — непрестанно говорила святая. Когда, таким образом, преподобная Пороскева пребывала в пустыне, лукавый враг позавидовал ее добродетелям и пытался мечтаниями и призраками устрашить ее. Многократно превращаясь в различных зверей, он истремлялся на святую, чтобы создать для нее препятствия на пути подвигов. Но добрая Христова невеста Пороскева Всевышнего избрала прибежищем своим и при его помощи знамением Святого Креста его отгоняла врагов и разрывала как бы паутину все козни дьявола и совершенно не изложила его. Святая при своей женской природе имела поистине мужской разум и победила дьявола, как Давид Голиафа. «Украсив свою душу такими подвигами и добродетелями, Пороскева сделалась возлюбленной невестой Христовой, так что на ней исполнилось пророческое слово «И возжелает царь красоты твоей». Итак, этот царь вселился в нее со отцом и святым духом и пребывал в ней, как и в святой своей церкви, ибо святая Пороскева, сохранив свою душу от греха и осквернения, соделалась с церковью живого Бога». Однажды ночью Пороскева, после долговременного уже пребывания в пустыне, по обыкновению своему, с умилением простирая руки к небу, стояла на молитве. Внезапно в образе пресветлого юноши она увидела ангела Божия, который, подойдя к ней, сказал, «Оставь пустыню и возвратись в свое Отечество, ибо там подобает тебе оставить тело на земле, а душой прийти ко Господу». Преподобная, проникнув в смысл видения, уразумела, что в нем сказывается Божие повеление. Она радовалась тому, что близко время разрешения ее от тела, но ей жаль было расставаться с пустынным уединением, ибо ничто так не очищает души и не приближает ее к первоначальному состоянию, как пустыня и безмолвие. Однако, повинуясь воле небесной, преподобная оставила пустыню и отправилась в Отечество. Прибыв в царствующий град Константинополь, она вошла там в прекрасный храм премудрости Божией, равно так же побывала и в Лахерской церкви, и, поклонившись пред чудотворной иконой Богоматери, пошла на свою родину, в Епиват, где прожила некоторое время, не изменяя своего обычного пустынного подвига, поста и молитв. Когда же наступило время ее отшествия к Богу, Пороскева помолилась усердно о самой себе и обо всем мире, и во время молитвы предала Богу свою блаженную душу. Тело ее было погребено верующими по христианскому обычаю, но не на общем кладбище, как тело странницы, никому не знавшей о себе, откуда она. Это было в первой половине одиннадцатого столетия. Бог, восхотевший прославить свою угодницу, по прошествии многих лет, открыл мощи ее при следующих обстоятельствах. Близ того места, где была погребена преподобная, в подвигах безмолвия на столпе подвязался некий столпник. Случилось, что туда же было выброшено волнами тело какого-то корабельщика, заболевшего во время плавания тяжелой болезнью и скончавшегося. От трупа этого начала исходить удушливый смрад, так что по той дороге невозможно было и проходить. Смрада этого не мог стерпеть даже и столпник, подвязавшийся около того места, и он принужден был сойти со столпа. Поэтому он приказал выкопать глубокую яму и закопать в ней смердящий труп. Когда рабочие копали яму, то по божественному усмотрению они обрели лежащее в земле нетленное тело и сильно удивились этому. Но так как рабочие были люди неопытные и не сведущие, то на случившееся не обратили никакого внимания, как на малозначительное и ничтожное дело. Они рассуждали так между собой. Если бы это тело было святое, то Бог бы открыл его посредством каких-либо чудес. С этими мыслями они вновь засыпали нетленное тело землей, бросил туда же и смрадный труп, а затем ушли домой. С наступлением ночи один из них, некто Георгий, человек благочестивый, молился Богу в своем доме. Заснув под утро, он увидел во сне некую царицу, сидящую на пресветлом престоле, а кругом нее стоит великое множество светлых воинов. Объятый страхом, будучи не в силах взирать на это царское величие и славу, Георгий упал на землю. Тогда один из светлых воинов взял Георгия за руку, поднял его и сказал, Георгий, зачем вы так презрели тело преподобной Пороскевы и вместе с ним похоронили смердящий труп? Немедленно возьмите тело преподобной и положите его в достойном месте, ибо восхотел Бог прославить на земле рабу свою. Так же и та светлая царица сказала ему, поспеши вынуть мои мощи и положить их в достойном месте, потому что я не могу больше терпеть смрада от того трупа, ибо я человек и родина моя, Епиват, где ныне и вы живете. Той же ночью было такое же видение и одной благочестивой женщине по имени Евфимии. Поутру они оба рассказали всем о том, что увидели. Услышав это, благочестивый народ отправился с возжженными свечами к мощам преподобной Пороскевы и с благоговением выновых из земли радовался как бы о некоем многоценном сокровище. Святые мощи с торжеством положены были в церкви святых и всехвальных апостолов Петра и Павла. В селении Епиват, где по молитвам святой Пороскевы от ее мощей подавались многие исцеления болящим. Слепые прозревали, хромые начинали ходить, и все недужные и бесноватые получали здравие. В 1238 году во время владычества крестоносцев, католиков, в Царьграде благочестивейший Иоанн Осень, Иоанн Осан, или Осень II, сын Осеня I, царствовал с 1221 по 1241 год. Знаменитейший из государей болгарского царства. Он прославил и просветил болгарское царство больше всех царей, прежде него бывших. Построил много монастырей и украсил их золотом и драгоценными камнями. Все церкви он одарил многими дарами, а духовенство их наградил великими почестями. Иоанн Осень был любим не только своими болгарами, но и греками. Итак, благочестивейший Иоанн Осень, король болгарский и сербский, получил известие о месте, где почивают святые мощи преподобной Параскелы. Тогда он поручил блаженному Марку, бывшему тогда митрополитом Переяслава Болгарского, со многими епископами и священниками, перенести те честные мощи в престольный город болгарской земли Тернов. Главный город Болгарии на реке Етре или Янтре, впадающей в реку Дунай, ныне Тернова. Там святые мощи были с почетом положены в придворной церкви, где нетленно почивая источали различные исцеления всем с верой к ним притекающим. По прошествии значительного времени, по Божию попущению, мусульмане постепенно завоевали всю греческую империю, а вместе с ней покорили и царство болгарское и сербское. Это завоевание происходило в XIV веке, во времена турецкого султана Баязета. Баязет I, турецкий султан, вступил на престол в 1389 году. Воспользовавшись раздорами между византийским императором Иоанном и сыном его Андроником, Баязет поставил византийскую империю полную от себя зависимость. Он завоевал Болгарию, Македонию, Фессалию и многие другие земли. В 1402 году Баязет был взят в плен монгольским завоевателем Тамерланом, где и умер в 1403 году. Когда султан Баязет взял болгарский город Тернов, то все церковные драгоценности и царские украшения были разграблены. Тогда святые мощи Пороскевы, одетые в одно рубище, были перенесены в Валахию. Юго-западная часть нынешнего Румынского королевства. По завоевании турками и Валахии в 1396 году святые мощи по ходатайству сербской царицы Милицы пред султаном перенесены в Сербию, в Белград. Белград – главный город сербского королевства, в месте соединения реки Дуная с рекой Савой. В 1521 году султан Сулейман II, царствование Сулеймана II, заключает собой период расцвета цурецкого могущества. Турки чтят в нем величайшего из своих государей. Взял Белград, похитил оттуда также честные мощи преподобной Пороскевы, привезя затем в Константинополь. Он поставил их здесь в своих палатах. Но многоценно это сокровище не затерялось и здесь, ибо многочисленные чудеса от мощей преподобной способствовали к прославлению ее не только у христиан, но даже и среди мусульман. Последние, смутившись этим обстоятельством и убоявшись, как бы вера в чудодейственную силу мощей святой Пороскевы, не распространилась еще шире, а больше всего по усердию и заботливости христиан, передали эти святые мощи константинопольским христианам, а те с честью положили их в Патриаршей Церкви. В 1641 году благочестивый Василий Лупул, воевода и господарь Молдавский, получив известие о том, что в Константинопольской Патриаршей Церкви находятся мощи святой Пороскевы, усердно желал, чтобы они были перенесены оттуда с честью в его славный господарский округ. Его желанию споспешествовал прославляемый во святых своих господь, желавший и в Молдавии прославить преподобную Пороскеву. Тогда Константинопольский патриарх Парфений, патриарх Константинопольский с 1639 по 1644 год, Согласие всего своего освященного собора и соизволение иных честнейших патриархов, отправил честные мощи преподобной Пороскевы благочестивому государю, воеводе Василию, в первопрестольный город его Яссы. Главный город в Молдавии, одного из придунайских княжеств, составляющих в настоящее время вместе с Валахией королевство Румынию. Здесь, в храме трех святителей с великими почестями, при большом веселье и радости жителей всей Молдавии, святые мощи были положены в 1641 году по Рождестве Христовом 14 октября. Дни памяти преподобной Пороскевы Петко-Сербской 27 октября.